Тумсик говорит, сколько и кто тебе платит за очернение чеченцев? Ты тоже работал у оккупантов, просто тебе дали пинка, ты сбежал и теперь сдалека лаешь. Очень хороший вопрос или комментарий от РУС. Значит, по поводу очернения... Значит, по поводу очернения чеченцев, я вообще противник того, чтобы очерняли чеченцев. То есть даже какие-то внутренние вопросы. Вот пока этот чеченец не станет россиянином, пока он не перейдет на сторону оккупанта и не станет вместе с ним в его рядах бороться с нами, я считаю, что он остается в нашей внутренней проблеме, нашим внутренним вопросом. Понимаете? Вот смотрите, мое понимание, как я разделяю чеченцев. Я вот внутри чеченского общества очень много противоречий, каких-то споров, даже есть места ненависти друг к другу, такие моменты есть. Но вот пока эти разборки внутри нашего общества, они наши, вот это вот внутренние наши вопросы, и выносить их на какую-то иностранную аудиторию, а любая не чеченская аудитория является уже иностранной для нас. Я считаю это неправильным. И я тоже сторонник того, чтобы о внутренних каких-то вопросах говорить на родном языке, на каких-то внутренних площадках. Но если этот чеченец переходит на сторону России, он перестает быть внутренним вопросом. Все, он теперь становится россиянином. И вот о таком человеке предпочтительнее говорить как раз на иностранном, прежде всего на русском языке, чтобы об этом знали его хозяева, чтобы как можно больше людей это понимали. И была бы такая возможность говорить об этом еще на других известных языках, то я бы тоже, наверное, не отказался, хотел бы это делать. К сожалению, я не владею другими языками. Поэтому вот такая вот как бы разница. Кадыров, кадыровцы и любые представители этой власти, они, хоть они и по происхождению чеченцы, рождены чеченским отцам, но они являются россиянами, российскими чиновниками, российской властью. Поэтому это уже не наш внутренний вопрос. А вот все то, что все те, кто туда не перешли, на ту сторону явно не стали работать в их рядах, они находятся здесь. Вот тут я предпочтительнее, конечно, буду говорить на родном языке. И когда кто-то со стороны будет пытаться даже влезть сюда, там, поинтересоваться, или, не дай бог, даже попытается, там, выступить каким-то арбитром, такому человеку я обычно говорю и скажу, «Дорогой, большое тебе спасибо, но мы здесь как-нибудь сами с тебя разберемся». Я хотел оставить эту тему для чеченского эфира, но раз уж здесь написали, скажу. Смотрите, дорогие братья чеченцы, после того, как я провёл этот эфир на чеченском языке, мне один человек написал, что история – это тарих, ещё один человек написал, что история – это терхам, и вот сейчас ты пишешь, что история – это маргал. На самом деле, эти слова действительно используются многими. Тарих используется чаще всего, маргал используется реже. Но имейте в виду, что когда мы что-то где-то кто-то там использует, это ещё не значит, что это слово на самом деле есть. Вы не найдёте ни слова тарих, ни слова маргал, ни в одном русско-чеченском словаре. Вот в чём дело. От того, что мы с вами хотим, чтобы это так было, или кто-то у нас так использует, от этого слова таковым не становится, понимаете? Поэтому в любом, по крайней мере, в тех русско-чеченских словарях, которые мне доступны, а также я связывался с человеком, который занимается вопросами, усердствует вопрос чеченского языка, у него есть более очень старые словари, его я попросил посмотреть. Ведь нигде нет вот такого слова, как тарих или маргал или тархим. Тарих — это арабское слово. Маргал — это вообще не слово «история». Маргал — это обычно говорят про фрукты или овощи, которые испортились. Про них говорят, что они маргал и элэ. Но это не научный подход, понимаете? Мы можем, допустим, кто-то может сказать, ну, лучше же использовать арабское слово. Ну, может быть. Дело не в этом. Дело в том, что если этого нет по факту, то мы не можем говорить, что это так. Мы можем использовать, кто как хочет, может использовать, ему никто это не запретит. Но говорить, что это так в чеченском языке, никто не может. Поэтому, увы, дорогие братья, но я в тех словарях, которые я посмотрел, где я попросил посмотреть, нигде слова «история» в чеченском языке, чеченского слова нет. Мы используем слово «история». Поэтому кто-то использует «история» как международное слово, «history», «история». Кто-то использует «terah», «tarikh». В целом использования этого проблем, я думаю, нет. Но без заявлений того, что в чеченском языке это так. Так. Ханки мачи бирам. Саламу алейкум. Какой совет дашь молодёжи, живущей в Европе? Нагамарам кулабаракату. Брат, я по какой-то теме мог бы, наверное, дать советы. В целом какие-то общие советы. Не люблю я такие философские вещи. Я не ассоциирую себя как проповедник, как человек умный, годный для того, чтобы давать кому-то какие-то советы. Я, наверное, больше нуждаюсь в том, чтобы эти советы давали мне. Я скажу, я лишь дам тот совет, который давали мне старшие и дают по сегодняшний день. Это как можно больше получать знания. Знания, любые полезные знания. Это не только там религиозные. Это любые полезные знания, которые можно будет применить во благо нашего общества. В первую очередь во благо самого себя, своей семьи, своей религии. И в целом во благо общества. Общество не только, я под обществом подразумеваю, не только там именно наше, чеченское, в Чечне. А вообще общество, где ты живешь, вокруг тебя. Чтобы ты был полезным человеком. Это очень важно, быть полезным человеком. Каждый должен стремиться к тому, чтобы быть полезным. Чтобы не быть бесполезным. Чтобы не просто проедать эту жизнь, спать, есть. А чтобы быть реально полезным. Поэтому нужно получать полезные знания. Вот так меня учили, мне давали такие советы. Поэтому я просто передал. Это не мой совет. Томсу, а по мне это не вина русских. Это вина чеченцев. Но вы ведь видите, что победить Россию нереально. Чего вы вступили в войну? Лично я виню именно чеченцев в этих потерях. Россию они победить решили клоуны, говорит. Ну, что еще можно было ожидать от тебя? Конечно, чеченцы виноваты у вас. Мы вообще привыкли к тому, что чеченцы у вас во всем виноваты. Мы, я современник вот этих вот нулевых. Когда любая ситуация, происходившая в России, там сразу находился чеченский след. В России вообще всегда вот история повторяется. Когда у них какие-то проблемы с чеченцами, то что бы ни происходило на территории самой России, там всегда находится чеченский след. Как-то, Томсу, ты в курсе, что после чеченцев на Кавказе тебя больше всего поддерживают черкесы? Ну, статистику такую я, конечно, не проводил, но я очень рад, если наши братья-черкесы будут вторыми, кто меня поддерживает, то, ахамдулилах. Муаммад Басаев, будет у тебя много денег, что бы ты сделал? Сложный вопрос, Муаммад Басаев, ты меня застал врасплох, потому что нет у меня ничего подобного. Каких-то там, каких-то проектов, которые стоят из-за того, что у меня нет денег, такого нет. Поэтому, не знаю, я бы, если у меня было много денег, я бы, конечно же, постарался бы их использовать, используя их для дела. Но вот, чтобы ответить тебе на этот вопрос, сказать, вот я бы купил там что-то такое, или я поехал бы туда-то для того-то, а я сейчас не могу. Потому что нет много денег, понимаешь, и мыслить об этом не приходится, потому что нет. Вот если бы они были, то у меня уже появились бы какие-то мысли. Итак, что делать, как использовать, а, к сожалению, пока не приходится об этом думать. Но это точно не покупка какой-то дорогой вещи, или, конечно, нет. Я бы постарался бы использовать это именно так, чтобы за это получить вознаграждение в судный день. Вечер добрый. Многое время жил в чеченской семье. Благодарю их за гостеприимство. Жаль, народ Чечни под гнётом нынешнего правительства. Очень приятно. Многое время жил в чеченской семье.